Здравствуйте, уважаемые коллеги! В нашей лекции пойдет речь об инвазивном мониторинге гемодинамики. Анестезиологи клиники Городского университета сформулировали и в 1986 году опубликовали стандарты мониторинга витальных функций, которые они используют в своих операционных. При этом мы видим, что не менее половины показателей относятся к системе кровообращения и гемодинамики. И во главе угла стоит артериальное давление. Анализируя артериальное давление, мы говорим о систолическом, среднем, диастолическом и пульсовом давлении. Систолическое артериальное давление характеризует постнагрузку на левый желудочек. Диастолическое описывает тонус артерии, перфузию миокарда, максимальное изометрическое напряжение. Пульсовое давление зависит от ударного объема комплайнса аорты. Среднее артериальное давление определяет перфузию органов и тканей. Оно определяется либо по кривой артериального давления, либо вычисляется из формулы, представленной на слайде. При адекватных цифрах среднего артериального давления происходит нормальная перфузия органов и тканей. Это регулируется, происходит регулировка органов и кровотока. При снижении артериального давления происходит повреждение органов и тканей вследствие ишемии. Высокие цифры среднего артериального давления также чреваты повреждением органов и тканей вследствие гиперемии. Во многом цифра артериального давления зависит от метода, которым она определяется. Методов достаточно много, но основное их различие это в инвазивности, либо неинвазивности мониторинга. Коллеги из Цюриха сравнивали инвазивный и неинвазивный мониторинг гемодинамики у пациентов в палате интенсивной терапии. И они выявили, что неинвазивный мониторинг сердечного выброса и артериального давления не может заменить инвазивный мониторинг у пациентов в критическом состоянии. Авторы из Бостона в 2013 году провели сравнительный анализ методов мониторинга инвазивного и неинвазивного давления. При этом они показали, что существует различие систолического артериального давления при показателях меньше 95 мм ртутного столба, что как раз и характеризует пациентов в критическом состоянии. При более высоком давлении не было различий между инвазивным и неинвазивным мониторингом. Однако при сравнении среднего артериального давления авторы не получили различий между инвазивным и неинвазивным мониторингом. Также авторы выявили, что почечная недостаточность развивается на более высоких цифрах неинвазивного мониторинга артериального давления. То есть это говорит о том, что при неинвазивном мониторинге артериального давления мы получаем ложно завышенные цифры давления. При сравнении с цифр среднего артериального давления достоверной разницы не получили. Это касается и смертности в группах с инвазивным и неинвазивным артериальным давлением. Итак, что дает нам инвазивный мониторинг? Как мы уже говорили, гарвардский стандарт требует анализа артериального давления каждые 5 минут. При инвазивном мониторинге мы получаем цифры артериального давления с каждым ударом сердца. То есть постоянно мониторируем артериальное давление, не имея дискретности. Другое требование, предъявляемое для мониторинга, это мониторинг газа в крови. И мы, как видим на слайдах, современные системы мониторинга артериального давления позволяют получать артериальную кровь для анализа газа в крови, не разъединяя систему мониторингов, что препятствует инфицированию и тромбированию системы и организма при тех случаях, когда требуется разъединять систему, либо пунктировать каждый раз сосудистое русло. Также мониторинг требует анализа кривой артериального давления. Как мы видели из предыдущего фильма, мы получаем этот анализ и можем сравнивать и анализировать каждую составляющую артериального давления. Итак, мы увидели снижение артериального давления у пациента. Какая же причина этого? Артериальное давление зависит от сердечного выброса и периферического сопротивления. Сердечный выброс, в свою очередь, зависит от преднагрузки, сократимости и постнагрузки. И зная, какое звено повреждено, мы выбираем терапию. То есть, если снизилась сократимость, мы используем инотропные препараты. При снижении преднагрузки увеличиваем инфузионную терапию. При снижении периферического сопротивления применяются вазопрессорные препараты. Однако, ошибка в терапии приводит к ухудшению результатов лечения. Так, чрезмерная инфузия чревата перегрузкой полостей сердца отеком легких. Передозировка вазопрессоров приводит к полиорганной недостаточности. На данном слайде показано повреждение нижних конечностей при неадекватном использовании вазопрессорных препаратов. Можно представить себе, какие необратимые повреждения происходят при этом в паранхематозных органах. Чрезмерное использование инотропных препаратов или их неадекватное использование ведет за собой острый коронарный синдром, повреждение миокарда, инфаркт миокарда. Таким образом, при снижении артериального давления необходимо понимать, какое звено патологичное, необходим расширенный мониторинг гемодинамики. Жан-Луи Винсент в 2011 году сформулировал требования к методам мониторинга гемодинамики. Они должны оценивать нужные показатели, по которым можно поменять терапию. Мониторинг должен быть рентабелен, прост в использовании и интерпретации, доступен в клинической практике, не должен зависеть от навыка оператора, обладать быстрым временем ответа, не вызывать осложнений и обеспечивать точные воспроизводимые измерения. Несколько слов о видах мониторинга системной гемодинамики и тех или иных преимуществах, либо недостатках. Также основным отличием методов мониторинга являются инвазивность и неинвазивность их. Начнем с неинвазивного мониторинга. Это наиболее приемлемо в клинике, уменьшает число осложнений и повреждений, вызванных именно системой мониторинга. Так, неинвазивный мониторинг. В первую очередь следует упомянуть 1- или 2-мерную эхокардиографию. Методика, дающая достаточное количество адекватных показателей гемодинамики. Однако он дискретен и операторозависимый. То есть должен его применять обученный персонал. Супрастернальный доплер, он дает ограниченные показатели гемодинамики. Супрастернальный доступ дает нам небольшой спектр показателей гемодинамики, также дискретен. Биоимпенданция, биореактивность, достаточно активно развивающиеся методы исследования, мониторинга гемодинамики. Однако на данный момент нет доказательства их эффективности у пациентов в тяжелом состоянии. Частичная рециркуляция СО2 не дает нам полного представления о гемодинамике при повреждении легких ОРДС-синдроме. Через пищеводный доплер также дискретен и зависит от положения датчика и от оператора. Теперь что касается инвазивного мониторинга. Начнем с некалиброванного анализа пульсовой волны. Эта методика малоинвазивна, однако она не всегда адекватна у пациентов в критическом состоянии при постоянно меняющемся тонусе комплайнса сосудистой стенки. Дилюция лития дает нам представление о достаточно большом спектре гемодинамических показателей. Она эффективна у пациентов в крайне тяжелом состоянии, однако очень дорогостоящая методика. Соответственно, на данный момент наиболее приемлемой и наиболее часто использованной в современной медицине является транспульмонарная и препульмональная термодилюция. Однако у препульмональной термодилюции также есть свои недостатки. Это дискретность, необходимость специально обученного персонала, сопряженность с высокими рисками аритмии, осложнения, связанные с положением сердца. Это как уже и вышеупомянутая аритмия, так и заворачивание катетер, блокировка полостей сердца, отрыв катетера. Что касается транспульмонарной термодилюции и соотносимости ее с требованием мониторинга по Жанну и Винсенту. Она позволяет оценить нужные показатели, по которым можно менять терапию. Проста в использовании интерпретации, доступна в клиническом практике. Врачу достаточно базовых знаний интенсивной терапии для ее использования, обладает быстрым временем ответа и обеспечивает точные и воспроизводимые измерения. Однако, не доказана рентабельность этой методики и окупаемость, и, как все инвазивные методики, чревато осложнениями. Однако, в меньшей степени, чем та же самая препульмонарная термодилюция. Транспульмональная термодилюция позволяет нам оценить работу сердца. Это такие показатели, как сердечный выброс, сердечный индекс, ударный объем, общая фракция выброса. Оценить постнагрузку, общепериферическое сопротивление. Эволюмические показатели, такие как индекс внутригрудного объема сердца, общеконечный диастолический объем, экстравускулярная легочная жидкость, индекс проницаемости легочных сосудов и вариабельность ударного объема. Итак, вернемся к составляющим артериального давления и необходимости коррекции их нарушения. Что касается сердечного выброса и периферического сопротивления, тут достаточно все понятно. Используем симпатомиметики, либо вазопрессоров. Однако, когда заходит речь о преднагрузке, не всегда легко определить необходимость и объемы инфузионной терапии. Мы знаем статические показатели преднагрузки. Это центрально-венозное давление, давление заклинивания легочных капилляров. И показатели, которые мы получаем с помощью транспульмонарной термодилиции. Это индекс общеконечного диастолического объема и индекс внутригрудного объема крови. Существуют также динамические показатели преднагрузки. Это пробная инфузия, пассивный подъем ног, оценка показателей вариабельности. Вариабельность сердечного выброса, вариабельность пульсового давления, вариабельность систолического давления. В 1996 году коллеги провели сравнительный анализ статических показателей преднагрузки и их взаимосвязь с ударным индексом. Это исследование показало, что показатели преднагрузки, получаемые с помощью транспульмонарной термодилюции, в частности, индекс внутригрудного объема крови, наиболее тесно коррелируют с ударным индексом, нежели центрально-венозное давление и давление заклинивания легочной артерии. Что говорит о более адекватности и эффективности этого показателя. В нашем отделении мы проанализировали индекс общеконечного диастолического объема у пациентов в остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы. И, как вы видите, динамика этого показателя достаточно индивидуальна. И в некоторых случаях эти показатели остаются ниже заданных нормальных величин на протяжении всего мониторинга. Даже после стабилизации состояния и прекращения агрессивности терапии. То есть, этот показатель достаточно индивидуальный, но надо ориентироваться не на его абсолютные цифры, а на динамику. На данном слайде представлено несколько кривых франко-старлинга, показывающих зависимость ударного объема от преднагрузки. То есть, возможности сердца ответить на увеличение инфузионной терапии усилением сокращения миокарда, усилением производительности сердца, то есть увеличением ударного объема. И вариации этих кривых от абсолютно здорового сердца до кривой, характеризующую сердечную недостаточность. И мы видим, что при одном и том же увеличении статического показателя преднагрузки, в одном случае сердце отвечает увеличением ударного объема, а в других и некоторых случаях не только не дает увеличение производительности, но и может приводить к сердечной недостаточности. Динамическими показателями преднагрузки являются вариабельность пульсового давления, вариабельность систолического давления, вариабельность ударного объема. Это хорошие предикторы ответа на инфузионную терапию усилентированного пациента. Физиологические основы показателей вариабельности. Это то, что и пульсовое систолическое давление – результат взаимодействия ударного объема с артериальной системой. Упругие свойства артерии постоянно. У седатированного пациента на принудительный ВЛ ритмично меняется внутригрудное давление. При этом ритмично меняется венозный возврат, то есть преднагрузка. И если при этом меняется ударный объем, значит сердце отвечает на изменение преднагрузки. На данном слайде мы видим динамику вариабельности ударного объема. В одном случае это пациент здоровый, он ответит на увеличение инфузионной терапии. То есть мы видим, что за один цикл дыхания происходит изменение ударного объема, вариабельность на глад. Во втором случае, когда миокард пациента декомпенсирован, в течение одного акта дыхания мы не видим изменения ударного объема. То есть в данном случае не имеет смысла наращивать инфузионную терапию. Это чревато развитием сердечной недостаточности. Также мы видим это по схематическим кривым артериального давления. Это вариабельность ударного объема и вариабельность пульсового давления. А это уже наши данные, взятые с монитора гемодинамики. И здесь видно визуально разницу в артериальном давлении, систолическом артериальном давлении. И в этом случае мы можем предположить, что увеличение инфузионной терапии приведет к улучшению сократительности миокарда, усилению сокращения миокарда и усилению увеличения ударного объема. Недостатками показателей вариабельности является то, что он анализируется у седатированного пациента на принудительный ИВЛ и невозможно оценивать при аритмиях. Другим показателем, получаемым с помощью транспульмонарной термодилюции, является внесосудистая легочная жидкость. В 2008 году авторы сравнили показатели, получаемые с помощью инвазивных методик этого показателя, по сравнению с посмертной гравиметрией, которая является золотым стандартом определения жидкости в тканях, и получили высокую корреляцию. Другие авторы показали закономерность смертности от величины показателя экстраваскулярной легочной жидкости. Мы также провели собственные исследования, анализ внесосудистой жидкости легких. Если изначально нормативы предписывали величину этого показателя в пределах 3-7 мл на килограмм, наши пациенты, как правило, выходили за этот коридор, показатели наших пациентов, и находились в коридоре 5-10 мл на килограмм. При этом мы не видели признаков, клинических признаков развития отека легких, клинических признаков отека легких. Это соответствует последним литературным данным другим авторам. То есть в условиях интенсивной терапии показатель несосудистой легочной жидкости можно оценивать в пределах 5-10 мл на килограмм. В заключение хотелось сказать, что пациентам в критическом состоянии требуется инвазивный мониторинг гемодинамики. При невозможности проведения инвазивного мониторинга гемодинамики необходимо ориентироваться на среднее артериальное давление. При решении тактики инфузионной терапии необходимо руководиться динамическими показателями преднагрузки. Спасибо за внимание.